Школа безопасности для малышей. В Бендерах сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних посетили детский сад номер 43. Интерактивную лекцию на правовую тему для дошколят провели впервые. Что из этого вышло, смотрите в материале прислужбы УВД города Бендера. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы пришли к вам в гости рассказать о профессии милиционер. Кто такой дядя милиционер? Как он помогает людям и когда надо звать его на помощь? Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних в легкой и доступной форме наглядно рассказали детсадовцам о своей профессии. Инспектор по делам несовершеннолетних. Он работает с детками, проводит профилактические беседы, на которых рассказывает, как себя правильно вести в опасных ситуациях и как себя нельзя вести в общественных местах. Это в детском саду, в школе, на улице, в транспорте. С детками милиционеры сыграли интерактивную викторину. На экран выводились картинки с пояснением, что делать можно, а что нельзя и почему. Играть со спичками? Нет! А пока никто не видит тихонечко? Нет! Нет, конечно, нельзя. Что может произойти? Пожар! Пожары могут погибнуть люди. Можно ли открывать, если в дверь стучит незнакомец? Инспектор объяснила сразу. Не все бандиты выглядят устрашающе. Открывать дверь самому нельзя никому. Только в присутствии взрослых. Если вы остались дома одни, мама выбежала в магазин или папа, и вам в дверь звонит преступник, мы пойдем открывать ему дверь? Нет! Почему нельзя самому открывать окна, сидеть на подоконниках, как правильно переходить дорогу и в чем опасность лекарств, даже если пилюли сладкие и красивые. Именно так в игровой форме эти элементарные правила малыши 4-6 лет запоминают лучше всего. Сегодня мы впервые проводили профилактическую беседу в детском саду. Специально для этого был разработан курс «Школа безопасности для малышей». В дальнейшем планируем проводить подобные мероприятия в детских садах, потому что профилактика должна начинаться с раннего возраста. В качестве поощрения на память ребятам подарили раскраски на милицейскую тематику, а еще вручили сертификат о пройденном курсе «Школа безопасности для малышей». Продолжение следует...